Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для DORS, для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него будет как всегда в описании. Перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу, далее на самом рекламном сайте побудьте около 10 или 15 секунд и в принципе можете выходить с него. Дальше заходим во вкладку Exploits, если у вас нет никаких читов и скачиваем любой предложенный чит, либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать Star. Далее, после того, как скачали чит, в поиске пишем DORS, нажимаем поиск, и для этого режима есть очень много скриптов, даже вроде бы третья страница со скриптами есть, нет, третья нету, только две страницы. Вот, ну какой, короче, вам больше понравится здесь скрипт, тот можете использовать. Вот, ну сегодня в ролике я буду показывать первую по счету скрипт, я вот буквально сегодня добавил, уже все проверил, все работает, все четко. Значит, чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать, далее еще раз скачать, и вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, и теперь желательно инжект делать в самом раунде, то есть когда вы именно зайдете в начало игры, там уже делаете инжект, потому что если вы сделаете это в лобби, то есть вероятность то, что вас кикнет, а если вас кикнет, то вы только в игру сможете зайти спустя час. Ждем, короче, пока загрузится. Так, все отлично. Здесь, в принципе, ну, если у вас есть, допустим, вот эти монетки, или не знаю, как это называется, можете что-то выбрать, мне с вами надо. Мне здесь ничего не надо. Так, теперь, в принципе, можно выйти отсюда сразу. Вот, и здесь уже можно спокойно делать инжект. Значит, открываем чит, заходим в настройки и ставим dll от crnl, потому что скрипт работает именно от dll на crnl. Если вы будете использовать vr devs, то, скорее всего, он у вас не заинжектится. Ну, то есть, инжект будет, но я имею в виду то, что скрипт не активируется, потому что этот скрипт работает только на crnl. Далее возвращаемся обратно, нажимаем инжект и ждем, пока заинжектимся. Ключ я уже сегодня получал, но его просить у меня, по идее, не должен. Да, не просит, все четко. Все, инжект прошел. Отлично. Теперь вставляем скрипт, сам чит и нажимаем кнопочку escut. И ждем, пока он загрузится. Буквально секунд 10 где-то подождать надо. Так, все четко, вот он появился. Сразу его можно подвинуть в удобное вам место, где он вам мешать не будет. Так, и давайте пробежимся быстренько по всем функциям. В принципе, особо затягивать не буду. Значит, включаем вот эти три функции. Они в основном влияют на освещение игры. Да, все эти три функции. Дальше есть скорость. Ставим на максималку. Это 21. То есть, смотрите, бегаю сейчас я вот так. Включаем скорость. И, как видите, бегать я стал быстрее. Конечно, не намного, но быстрее. Дальше есть fove. В принципе, тоже прикольная функция. Если хотите, можете использовать. Значит, ставим, допустим, на максимум и включаем. Короче, это... Не помню, как эта функция переводится, но, типа, увеличивается радиус обзора. То есть, его можно уменьшать, прибавлять, как вам, короче, удобно. Либо можно вообще отключить. Вот, идем дальше. Есть функции, получается, самые стандартные. Noclip, Fly и Freecam. Freecam я вот не помню, как переводится, что это за функция. Ну, давайте глянем быстренько. Так, я нажимаю T. А, это, короче, полет. Вот, то есть, это, как сказать, персонаж у вас, ваш стоит, короче, на месте. Но вы можете пролететь все локации, посмотреть, типа... В основном, вот эта вот функция используется для записи трейлеров игры. То есть, ну, такая себе функция, но, если хотите вот так вот просто полетать по карте, то тоже, в принципе, довольно прикольно. Вот, но в основном ее используют для записи трейлеров, когда выходит какой-то новый режим. Так, выключаем эту функцию. Дальше, Noclip и Fly. Давайте начнем с Fly. Нажимаем F. И, как видите, работает. Можем даже за карту вылететь. Отлично. И Noclip. Нажимаем на N и смотрим. И, как видите, Noclip полностью работает. Конечно, немножко, может быть, подлагивает в каких-то местах. Но, короче, по вашему усмотрению. Можете использовать, можете нет. Все, выключаем. Дальше есть прыжок. Да, все, прыжок работает. Как видите, я выключил, сейчас я прыгнуть не могу. Идем дальше. Это SP. Значит, включаем SP, Outline и Render Players. Короче, SP должно работать на игроков. Дальше на предметы. И еще что-то. Точно не знаю, как это переводится. Окей. Следующие функции. Вот эти вот я показывать не буду, где Rooms Doros написано. Это, короче, просто, грубо говоря, можно скипнуть 50 дверей. Но проверять я не буду, потому что может вылететь. Скорее всего, даже вылетит. Вот. Ну, такие себе функции, в принципе. Дальше идут, получается, вот основные функции. Love Detail. Это получается, короче, если вы включите эту функцию, по идее детализация игры должна меньше стать, и у вас меньше лагать должно. Дальше можно удалить пазл двери, потом Gates и Skeleton Doors. Это все можно удалить, вот эти двери. Но эти функции, я сразу говорю, то, что я не проверял. AutoLiberyCode тоже не знаю, за что отвечает, потому что не проверял. Эту функцию тоже не проверял. Ну, вот, основные функции, которые я вот всегда использую, всегда включаю, это Loot Aura, Book Aura, Breaker Aura и Lever Aura. Вот это самые основные функции, которые я использую. Looked Door Aura. Не знаю, не проверял, работает или нет, но, по идее, она, получается, должна блокировать двери. Как я понял, ну, как переводится. Окей, вот мы включили основные функции. Также здесь есть еще вкладка Super Hardcore Mode, в котором я сейчас нахожусь. Тут по функциям, в принципе, у нас SP на бананы. Потом, если включите анти-бананы, то вы не сможете упасть на бананах, когда будете наступать на них. И анти-Джефф. Джефф, как я понимаю, это, короче, спавнится, когда NPC, бот. И, скорее всего, он вас дамажить не сможет. Скорее всего, это вот про него функция сделана. Дальше можно тпхнуться на бананы. Не знаю, конечно, смысл тпхаться на них, но ладно. В принципе, эта функция есть. Также можно, получается, телепортировать бананы к игрокам. Но я тоже не проверял эту функцию. Ну, было бы прикольно, вот если бы вот эта функция тп бананов на игроков работала. Так, ладно, а те функции сейчас для Super Hardcore Mode проверим. Давайте вот эти основные функции проверим, которые я включил. Так, тихо, сразу этот появился. Я не помню, как он называется. А, нифига, он прям тут. Жесть. Тихо, обходим его. Окей, все, мы его прошли. В принципе, бананы тоже можно сразу включить, проверить. Включаем SP бананы, анти-банан и анти-джев. Как видите, сейчас я на банан наступаю и я не падаю. Отлично. Только вот почему-то SP не хочет работать. Вот это странно. Я до записи проверял, у меня SP работало. Также у меня SP работало на, получается, предметы. Тихо. Сейчас кто-то прилетит. Залазю заранее. Все, отлично. О, нифига. Смотрите, я залез в шкаф. Ай, тихо-тихо, надамажило. И у меня SP заработало на бананы. Также, короче, у меня вот эти SP работали, которые на главном экране находятся. И SP, короче, даже работало на ампуше, который летит. То есть вы могли его смотреть, передвижение, насколько он там к вам близко передвигается и тому подобное. Но почему-то не хочет это работать, функция. Давайте SP на бананы отключим. Так, кто-то летит опять? Или мне показалось? Не, показалось, окей. Так, а как там пройти? Спиной получается, да? Так, тихо. Почему он не пропал? Вот это вопрос. Где должен был пропасть? Так, и как видите, лутауры тоже работают. Так, давайте, значит, я заново SP включу. Вот эти основные. Так, попробуем залезть в ящик. И посмотрим, заработали они или нет. Нет, скорее всего, не заработали. Не знаю, честно, причину, почему не хочет работать SP, но я до записи видео проверял. Я когда включал, у меня эти SP работали. Сейчас почему-то не хотят работать. Не знаю, с чем это связано, но это, конечно, очень плохо, то, что не работает. Но самое главное, то, что это лутауры работает. То есть, подходим к ящику, и, как видите, сразу моментально он лутается. И экономите очень много времени. Так, сейчас он опять прилетит. Амбушь. Ждем. В принципе, залазим успею, нет? Успел. Отлично. Прям миллисекунды остались. Четко. Ну и, в принципе, вроде бы на этом все. Ага. Видите, немножко недоработка. Бананы спавнятся и почему-то падают вниз. Прикольно. Давайте, короче, ради интереса проверим, значит, skip 50 дверей. Не знаю, работает это или нет, но давайте посмотрим. Нажимаю на эту функцию. И ничего не происходит. Окей. Так. Не знаю, как вот эти функции точно переводятся. Ну, skip, короче, не хочет работать. Окей. Так, что-то я, по-моему, еще хотел показать. Забыл. Или вроде бы все показал. Так. Ну, вроде бы все. Конечно, вот единственное. Решить бы проблему с SP. Как-нибудь. Может быть, нажать clear SP. И будет работать. Так, кстати, SP на бананы удалились. Отлично. Теперь давайте вот эти все функции отключим. Clear SP еще раз нажмем. И включим все вот эти функции обратно. Так, залазим в ящик. Вылазим. Не смотрим. Но SP пока что не работает. Окей. Может быть, со следующей двери она будет работать. Но не факт. Короче, как я понял, если какая-то проблема, происходит у вас с SP. Просто нажимаете функцию clear SP. Заново пробуйте включить, выключить вот эти функции. И, по идее, SP должно заработать. Короче, вот эти SP работают, ну, как я заметил, на ящике, куда можно прятаться. На ключи от дверей. И на амбуш. То есть, когда амбуш летит, вы можете смотреть его передвижение и как он близко к вам уже подлетает. В принципе, прикольно. Вот. Ну, ладно, буду тогда на этом заканчивать. В принципе, все функции показал, которые хотел. Если какие-то функции вы не увидели, можете сами проверить. Вот. Ну, с вами, как всегда, был ISBAN. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. На этом все. Всем удачи и пока.